МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мысинский мост ограничен для транспорта. Что думают водители о ремонте транзитной переправы? Заливает дождем. Всю неделю в Нижнем Новгороде будут идти ливни. Устоит ли город под натиском воды? Две смерти в одной аварии, чьи жизни унесло страшное ДТП под Богородском? Приобретите себе дело по душе. Какой бизнес в Нижнем Новгороде пользуется спросом у потенциальных покупателей? Ольгу Бузову снова потянула к футболисту. Певица и телеведущая сделала предложение полузащитнику сборной России Денису Черышеву. Свою работу в эфир продолжает служба новостей города. Я, Елена Змитова, приветствую вас. Поговорим об основных событиях первого дня наступившей недели и минутших выходных в Нижнем Новгороде. Итак, в понедельник с самого утра город встал в пробках. К обычным заторам, которые случаются в будни, добавился коллапс у Мызинского моста. Транзитную переправу закрыли на ремонт. Теперь с каждой стороны поток машин из трех полос сходится в одну. Показ уже не происходит на самом мосту. В понедельник днем здесь установили отбойники, направляющие движение. Возможно, потому, что все работы еще впереди, некоторые водители еще не успели заметить серьезных изменений. Пока нормально. Частенько здесь такое бывает. Пока не знаем. Я первый раз езжу сюда. Пять минут потеряли. Так, в принципе, двигаемся. Плохо, как обычно. Плохое движение всегда плохо. Ужасно. Что в ту сторону, что в эту. Ну уж как-то можно было предусмотреть, организовать движение. Ну какую-то схему придумать. Ну не просто тупо перекрыть две полосы и все. В первые дни ограничений городские власти ведут непрерывные наблюдения за дорожной ситуацией. Если на переправе будут образовываться крупные заторы, тогда ее закроют для движения автомобилей. И проехать по мосту сможет только общественный транспорт. Пока въезд запрещен лишь для транспорта весом более 10 тонн. Напомню, основная проблема Мызинского моста – нарушение гидроизоляции. Через ямы на дороге внутрь попадает вода, что разрушает бетон и арматуру. Первый этап на сегодняшний день – убрать протечки под мостовой конструкции моста, для того, чтобы не было разрушения бетона. Поэтому мы приняли первый этап. Как раз 440 миллионов, которые нам сегодня выделяют правительство Нижегородской области, будут направлены как раз на те протечки и на улучшение модуля упругости на асфальтобетонное покрытие. Для последующего ремонта внутри моста перекрытие движения не потребуется. Работы на Мызинском завершатся к октябрю. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда. Помимо дорожных заторов, проблем Нижегородцам добавляет погода. На город второй день подряд обрушиваются сильнейшие ливни. Как результат, улицы больше стали походить на небольшие реки. Из-за последствий стихии движения на дорогах затруднено. Многие автомобили не выдерживают такого количества воды. Потерянные бамперы и номерные знаки – это лишь меньшие из зол. В некоторых местах дорогу попросту смыло, например, на Болжской набережной. При этом осадки были локальными и затронули лишь некоторые районы региона. По словам синоптиков, это явление абсолютно нормальное для июля, а для сельского хозяйства такой дождь даже во благо, так как в некоторых районах области появились первые признаки засухи. Однако, если количество осадков увеличится, то в Нагорной части Нижнего Новгорода могут случиться оползни. Нужно отметить, что в предстоящую неделю каких-то существенных изменений характера и погоды не предвидится. Причем вся рабочая неделя будет идти с кратковременными грозовыми дождями, которые будут преимущественно во второй половине дня и вечером собираться. Днем столбики термометров будут находиться на отметке 23-26 градусов, однако уже к выходным ситуация слегка изменится. В воскресенье дождей прогнозируется меньше, воздух прогреется до 30 градусов, а вода до 22. Нижний Новгород прощается с мировым футбольным первенством. На нашей арене прошли шесть матчей мундиаля, но даже те, кто не смотрел игру на стадионе, не остались в стороне. Праздник в городе создавали болельщики, а на улицах они устроили настоящий карнавал. Всего за три недели город посетили гости из 80 стран. Больше всего было аргентинцев на втором месте по количеству болельщиков Швеция. В общей сложности шесть матчей с трибун стадиона Нижний Новгород увидели больше 250 тысяч человек. Это один из лучших показателей в стране. Высокую посещаемость отметили в фан-зоне на площади Минина и Пожарского. Площадку признали одной из лучших. Глава региона Глеб Никитин также проводил деловые встречи с бизнес-миссиями и почетными послами. Побывала в Нижнем Новгороде президент Хорватии Калинда Грабар-Китарович. Я много общался с иностранными гостями, в том числе послами соответствующих государств, руководителями делегаций. Очень высокая оценка уровня подготовки. Огромная благодарность жителям за гостеприимство. Мы провели чемпионат с честью. Никаких сбоев, никаких недоработок не зафиксировано. У нас остается наследие чемпионата, как я уже сказал, как материальное. Это стадион, это благоустройство, это новые магистрали и объекты транспортной инфраструктуры и так далее. Но очень важны еще и нематериальные составляющие наследия. То есть это открытость миру, которую мы продемонстрировали, и новая информированность мирового сообщества о России и нашей области, о нашем городе. Точные результаты проведения Мундиаля в Нижнем еще предстоит подвести, но уже известно, что общий оборот в магазинах и кафе во время чемпионата мира вырос на 24%. Объемы продаж сувенирной продукции увеличились в 20 раз. В правительстве региона оценивают этот успех не только как дополнительный доход для бизнеса, но и память о Нижнем Новгороде, как о городе, где рады туристам. К другим новостям. Документы без очереди. Региональный портал Госуслуг дополнили новыми возможностями. Какими? Расскажем далее короткой строкой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родительские советы смогут принимать участие в управлении. Родители и эксперты два месяца прорабатывали оптимальную модель детского меню. Анализировался опыт таких городов, как Новосибирск, Казань и Челябинск. Дмитрий Черышев, посол чемпионата мира, в прошлом футболист, может стать новым тренером футбольного клуба «Нижний Новгород». Официального распоряжения еще нет, а сама команда сейчас находится на предсезонных сборах в Минске. Спортсмены вернутся домой 10 июля, а, возможно, вскоре появится подтвержденная информация. Отмечу, что Дмитрий Черышев несколько лет тренировал испанскую детскую команду «Реал Мадрид». Матинентальная хоккейная лига утвердила структуру и календарь матчей чемпионата на сезон 2018-2019. Нижегородская торпеда откроет сезон домашней серии. В начале сентября хоккеисты сыграют в столице Приволжья с питерским СКА, минским Динамо, Витязем и Борысом. Затем на выезде игрокам Нижегородского клуба предстоит встреча с Салаватом Юлаевым, Борысом и Сибирью. После этого обратно в Нижние борьба продолжится с Акбарсом, Металлургом, Адмиралом, Куньвунь Редстар и Амуром. Первый этап чемпионата продлится до 22 февраля. Но в выходные в одном из живописнейших мест Нижегородской области на берегу озера Тосканка уже в четвертый раз прошел уникальный фестиваль «Русское Тоскание». Гостей ожидали ярмарочные ряды, творческие мастерские, хороводы, водные прогулки и парад стилизованных лодок «Русская регата». Русские народные наряды и традиционные песни и пляски. Гости начали готовиться к этому событию, за несколько недель остались в полном восторге. Приехали на этот праздник, на этот фестиваль. Нам очень нравится. Мы заранее подготовились, если вы заметили. Мы первый раз на этом фестивале. Впечатление у нас хорошее. Нам понравилось очень место, очень антуражное, очень красивое. Храм на острове. Нам очень там понравилось. Люди приветливые. Фестиваль «Русское Тоскание» объединил лучшие творческие, культурные и ремесленные проекты и был включен в культурную программу мирового футбольного первенства. Ну а главным событием праздника стал зрелищный парад стилизованных лодок. Такое количество красочных кораблей на озере, пожалуй, не встретить нигде в России. Также во время фестиваля проходили различные соревнования на воде. Больше всех гостям запомнился чемпионат на рафтах, где каждый объект олицетворял страну-участницу чемпионата мира по футболу. Победу одержал рафт «Аргентина». В рамках фестиваля также состоялись турнир по средневековым рыцарским боям, мастер-класс по гончарному искусству, ткачеству и кузнечному делу. За три дня «Русскую Тосканию» посетили около 8 тысяч человек. В следующем году фестиваль отметит свой пятилетний юбилей. Далее прервемся ненадолго, и вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. Две смерти в одной аварии, чьи жизни унесло страшное ДТП под Богородском. Приобретите себе дело по душе. Какой бизнес в Нижнем Новгороде пользуется спросом у потенциальных покупателей? Ольгу Бузову снова потянула к футболисту. Певица и телеведущая сделала предложение полузащитнику сборной России Денису Черышеву. Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. Убийство по родственному. 29-летняя Нижегородка подговорила своего племянника лишить жизни собственного мужа. Гонорар за это составил 30 тысяч рублей. Исполнитель привлек к работе приятеля, посулил тому треть суммы. Орудиями убийства, случившегося в январе прошлого года, стали молоток и нож. От полученных ранений жертва скончалась. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Судьбу всех его фигурантов решит суд. О других криминальных событиях в городе и его окрестностях расскажем далее в рубрике «Место происшествия». Две легковушки на большой скорости столкнулись на объездной трассе под Богородском. От удара автомобиль ЗАС отбросило на отбойник. Водитель и пассажир погибли. Еще одного человека, пострадавшего в этом ДТП, увезли в больницу. Еще один человек погиб в дорожном происшествии на Бурнаковском проезде. 29-летнюю Нижегородку насмерть сбил автомобиль неподалеку от пешеходного перехода. Среди возможных причин ДТП очевидцы назвали дождливую погоду и слабую освещенность данного участка трассы. На улице Монастырка в автозаводском районе столкнулись Киа Рио и Лада. Удар пришелся на передней части кузова обоих автомобилей. От удара машина разбросала по разным сторонам дороги. О пострадавших не сообщается. Кто виноват в ДТП, выясняют дорожные инспекторы. В Нижнем Новгороде на улице Артельной загорелась одна из квартир в двухэтажном деревянном доме. Дым, вырывавшийся из окна, было видно на десятки метров вокруг. На место возгорания прибыли пожарные расчеты, которые оперативно справились с огнем. По сведениям очевидцев, в квартире проживала женщина, имеющая пристрастие к алкоголю. Она могла уснуть с непотушенной сигаретой. Еще один пожар случился на трассе М7 в Кстовском районе. Огонь вплотную приблизился к дороге. Впрочем, особой опасности для проезжающих по магистрали автомобилей дым и пламя не создавали. Готовый бизнес вырос в цене. Купить себе дело по душе в Нижнем Новгороде сейчас можно в среднем за 2,5 миллиона рублей. Это на 25% дороже, чем год назад. Какие сферы деятельности имеют наибольший спрос и предложение, расскажем в обзоре финансовых новостей. Среди самых продаваемых видов бизнеса в Нижнем Новгороде по итогам второго квартала текущего года особо выделяются предприятия из сферы услуг, торговли и общепита. Именно они чаще всего интересовали потенциальных покупателей. Самыми дорогими видами бизнеса стали сельхозпредприятия и производственные компании. Значительнее всего за год в Нижнем Новгороде подорожали торговые предприятия, а менее всего – строительные компании. Нижегородская область заняла пятое место в рейтинге регионов по инвестиционной активности. Выше нас расположились Ростовская и Ярославская области, Алтайские и Приморские края. В основу рейтинга легли сообщения о запускаемых в регионах производствах и реализуемых инвестпрограммах. Нижегородская область чаще всего фигурировала в сводках о преобразованиях в отрасли ЖКХ и инфраструктуры, а также АПК и промышленности. Количество потенциальных банкротов среди жителей России с начала года увеличилось на 4%, составив по данным Национального бюро кредитных историй 926 тысяч человек. Значительная доля из этого числа приходится на тех, кто задолжал по потребительским займам. Далее идут неплательщики по автокредитам и кредитным картам. Меньше всего потенциальных банкротов насчитывается среди тех, у кого на руках ипотека. Эксперты авторынка составили пятерку лучших поддержанных автомобилей стоимостью до 800 тысяч рублей. Первое место досталось кроссоверу Toyota RAV4 в не самой максимальной комплектации. На втором месте расположился Nissan Qashqai, который предлагается на вторичном рынке в нескольких поколениях. Самый оптимальный выбор – модель с механической трансмиссией, которая заметно дешевле вариантов с автоматом. Замыкает первую тройку еще один представитель Поднебесной – Mazda CX-7. Кроссовер отличается просторным салоном, а также мощными моторами и хорошо подходит как для города, так и для трассы. В пятерку также вошли Hyundai Santa Fe и Toyota Camry. Первый может предложить стильную внешность и экономичный дизельный мотор. Ну а японский седан достаточно популярен на российском рынке. Активы в нефтяных и газовых компаниях, принадлежащие церкви Англии, будут распроданы. Это решение поддержали 347 членов Синода. Самые религиозные организации это объясняют стремлением соблюсти парижские соглашения по климату. На конец прошлого года церковь Англии инвестировала около 123 миллионов фунтов стерлингов в нефтегазовую сферу. По данным Центробанка, курс доллара на вторник 62 рубля 80 копеек, евро 73 рубля 92 копейки. Цена за баррель нефти марки Brent 77 долларов 52 цента. Нижний Новгород стал единственным городом, где в рамках чемпионата мира по футболу прошла уникальная акция «Свадьба ЧМ-2018». Торжества состоялись в день матча между сборными России и Хорватии. Об это и других новостях расскажем далее в рубрике «Дневники чемпионата». Певица и телеведущая Ольга Бузова настолько впечатлилась игрой нашего земляка Дениса Черышева на мировом футбольном первенстве, что сделала неожиданное заявление. Я согласна выйти за тебя завтра. Ты, кстати, симпатичная, я хочу сказать. Меня не смущает разница в возрасте, ничего. Я без макияжа выгляжу на 18. Денис на связи. Насколько серьезны намерения теледива в отношении талантливого футболиста, фотографии которого она выкладывает у себя в Инстаграме с подписью «Мой». Сам Денис пока никак не отреагировал на предложение Бузовой. К тому же в его Инстаграме есть фотография, где он нежно обнимается совсем с другой девушкой. В Нижегородской фан-зоне в субботу сыграли две свадьбы. В торжественной обстановке молодые люди обменялись кольцами под громкое «Горько болельщиков». Еще одну золотую свадьбу отпраздновала пожилая пара. Организаторы отметили, что важно удивить иностранных гостей не только своим гостеприимством, но и показать, что русские люди чтут семейные ценности. Особой популярностью среди гостей Нижнего Новгорода пользуется шапка-ушанка. Такие головные уборы стали абсолютным хитом продаж. Также активно раскупались кокошники. Кроме того, многие иностранцы себе и друзьям на радость увезут из Нижнего магниты, брелоки и кепки. Студенты Мининского университета организовали туры на английском языке в нашем городе. Отметим, что экскурсии посетили более 200 гостей из 14 стран мира. Про многие из них написали хорошие отзывы на разных международных сайтах. Идею старшекурсников подхватили и другие организации, так что наш Нижний по праву считается одним из самых гостеприимных городов-организаторов чемпионата мира. Сборная Уругвая по футболу покинула Нижний Новгород 8 июля. Некоторые спортсмены остались в нашем городе, но большая часть команды вылетела в Монтовидео. Перед посадкой на рейс игроки снова пообщались с болельщиками. За три недели чемпионата мира эта сборная стала почти родной для жителей нашего города. Сами футболисты благодарят нижегородцев за теплый прием. Вся страна продолжает следить за мировым футбольным первенством. В кафе и ресторанах появляются тематические меню, на прилавках можно увидеть футбольное мороженое и повсюду открывают выставки в честь Мундиаля. Так, например, в Музее занимательных наук открылась новая программа «Механика футбола», где гостям рассказывают об этом виде спорта с научной точки зрения. Надежда Рожнова побывала там одной из первых и увидела, как можно управлять мечом при помощи силы мысли. Подробности в нашем селфи-репортаже. Если вы не знаете, чем заняться на летних каникулах, то отправляйтесь в какой-нибудь музей. Например, я сегодня решила посетить «Кварки», который находится в торговом центре «Ганза» на третьем этаже, потому что мне сказали, что здесь появилась новая программа, связанная с футболом. Ну, а коли в Нижнем Новгороде чемпионат мира по футболу, мне кажется, это будет очень интересно и актуально. Так что пойдемте, сейчас вам все покажу и расскажу. Помимо всех стандартных программ и наших экскурсий в музее, которые уже работают на протяжении многих лет, начиная с июня месяца у нас стартовала новая программа «Механик футбола». То есть мы не остались в стороне от происходящего в нашей стране. И сейчас у нас для детишек и их родителей началась программа «Механик футбола». Это экскурсии мастер-классы, так или иначе объясняющие различные явления, законы физики, относящиеся к футбольным темам. Здесь можно создать мини-мультфильм об этом виде спорта, сделать мяч с необычными свойствами и сыграть в различные игры. Для следующего эксперимента мы пригласили посетителей музея «Кварки». И сейчас они будут тестить какую-то суперсхему. Они будут играть в футбол силой мысли! Это высший уровень спорта. Сначала мы подключаем вот эти электроды к голове. Так, раз. Итак, сейчас компьютер будет сравнивать активность мозга каждого из вас. Он будет смотреть, думаете ли вы о чем-нибудь, испытываете ли какие-нибудь эмоции. И он будет двигать шарик к тому человеку, который менее спокоен. На шарик можно даже не смотреть, можно даже глаза закрыть. Главное – это ваши эмоции. Ну что, первый гол забила маленькая девочка своей маме. А все потому, что у взрослых так много мыслей в голове. Также экскурсовод рассказал про принцип попадания мяча в ворота и показал нам, как играть в воздушный футбол. Мы с вами пройдем эксперимент и посмотрим, как она работает и усиливает звук. Мы будем с вами усилить звуковые волны. Итак, вот какое расстояние между этими тарелками? Посмотрите, у нас там вторая тарелка. Сколько от этой тарелки? Метров? Десять? Думаю, да, не меньше. Вот с десяти метров вы шепот можете услышать? Ну, конечно, нет. Нет. Что мы сейчас делаем? Вы пойдете к той тарелке и прислоните вот сюда свое ухо. И будете очень... Только руку сюда не ставьте. Очень-очень внимательно слушать. А я вот отсюда вам буду говорить шепотом разные слова. Я надеюсь, вы будете шептать неприличные слова. Правда, очень далеко. Я, конечно, не знаю, получится этот эксперимент или нет, но окей. Шестнадцать. Шестнадцать? Правильно, шестнадцать. Говорю еще тише. Восемьдесят шесть. Восемьдесят шесть? Восемьдесят шесть. А теперь давайте наоборот. Самым тихим шепотом скажите что-нибудь мне, а я попробую слышать. Первый городской телеканал. Первый городской телеканал. Это значит скорость реакции. И я всех выиграю сейчас. А это что? Где еще горит? А где? А, вот. А, ты светишь, я ничего не вижу. А на память я хочу оставить в этом прекрасном месте свой портрет. В общем, побывали мы сегодня в музее Кварки. И могу вам точно с уверенностью сказать, что здесь будет интересно как деткам, так и взрослым. Как нижегородцам, так и приезжим туристам. Поэтому не стесняйтесь, приходите сюда и узнавайте много нового о привычных вещах. С вами была Надежда Рожнова. Футбольные фанаты запечатлели Джеки Чана на Большой Покровской. Нижегородская бабуля показала, как надо зажигать, а чайки устроили вечеринку с напитками. Чем еще удивили интернет-пользователи, расскажем в нашем обзоре социальных сетей. Футбольные фанаты приняли известного нижегородского бизнесмена Любомира Тяна за Джеки Чана. Вот кто точно запомнит чемпионат мира на всю жизнь. Любомиртян раздавал автографы и с удовольствием делал селфи с болельщиками. Может он просто не понял в чем дело? В любом случае, кажется, пора задуматься о смене деятельности и пойти дублером Джеки Чану. Продолжаем тему Мундиаля. Иностранные гости были в восторге от русских девушек. А как вам наши бабули? Пенсионерка показала, как нужно зажигать. В результате вся молодежь разбежалась с танцпола. Приходите в мой дом, мои двери открыты. Но только со своей стремянкой, иначе никак. Такую картину запечатлели в одном из нижегородских дворов. Интересно, для каких целей используют эту дверь? Тот чувство, когда в душе ты художник, по зову сердца футбольный фанат, а по факту кулинар. Талантливый повар из Китая на арбузах вырезает портреты известных футболистов. Такую красоту даже есть жалко. И напоследок Великобритания одна из пивоварин выбресила в мусорку партию неудавшегося продукта. Люди от этого расстроились, ведь столько добра пропало. А вот чайки наоборот, устроили алкогольное пати. Судя по этому видео, иногда чайки так похожи на людей. Ну а какие интересные события произошли в жизни нижегородцев, они расскажут сами. Я в шесть лет мечтала о велосипеде. Бабушка мне его купила три дня тому назад. И я эти три дня катаюсь на нем, вообще не слажу. Вот сегодня решила приехать сюда. Здравствуйте, нижегородцы. Мы приехали с Москвы к вам специально в Нижний Новгород. Вот гуляем. В этом замечательном городе мы познакомились с супругом. Хорошие воспоминания такие, ностальгия. И очень здорово, очень красивый город. Сейчас пойдем дальше гулять. Закончил девятый класс, настроение супер. Поступил в сороковой лицей на прикладную физику. У моей мамы сегодня день рождения. За долгое время я приехала к ней в гости. Так как я далеко живу от нее, я приехала к ней. С уважением, с любовью, поздравить ее с днем рождения. Пожелать ей всего самого хорошего, самого прекрасного. Чтобы она была всегда счастлива. На этом наш выпуск завершен. Желаем вам отличного настроения и хороших новостей. Увидимся в городе.